Не теряет своей популярности у иркутяны трамвай. Маршрут номер 4 отмечает свой 56-й день рождения. Первый вагон вышел на улицы областного центра 4 марта 1968 года. Анастасия Коростелева познакомилась со старейшим вагоновожатым и первым кондуктором четверки. Любовь Васильевна вагоновожатый со стажем. В 1968 году у нее за пчами накопился 30-летний стаж управления трамваем. Поэтому, когда 4 марта 1968 года из центра Иркутска в предместе рабочий запустили новый маршрут, ее как опытного специалиста назначили диспетчером. Знания вдвойне пригодились. На новом маршруте, получившем индекс четверка, работала в основном молодежь. Легкий профиль считается, где нет больших уклонов и подъемов, где нет резких поворотов. В общем, и, конечно, где меньше машин. Поэтому на четверку отправляли молодых водителей. Но для них это, конечно, маршрут был не подарок. Контигент рабочим был такой, что они могли на любой остановке попроситься выйти. Попробуй не откроете. Электропривода в трамвае не было, поэтому дверь в салон вагоновожатый открывал вручную. Работа для крепких людей и закаленных в трамваях марки КТМ-1 отопление не предусматривалась. Было очень холодно в вагоне. Вагон не отапливался. Руки мерзли. Чужого-то было, конечно. Когда много народа шевелись, было так. А если вот вечером и рано утром мы выезжали в 4.10 первым трамваем. И в 12 часов заканчивали. Но даже такие условия работы в 68-м году считались комфортными. В деревянных предшественниках КТМ-ки, которые колесили по Иркутску с 1947 года, обстановка была еще более спартанской. Я еще захватила деревянная. То есть одна входная дверь. Дверь была на роликах. Можно пассажир любой заходит, отходит. Но в то время очень много было народа. Транспорта какой ходил? Только трамвай. Все деревянные. И окошечки были маленькие. Никаких форточек не было в то время. Современный трамвай далеко ушагал от своего предка. Сейчас даже кондиционер в салоне стал нормой. Неизменно одно – популярность. Только за год в вагонах проезжает около 20 миллионов иркутян. Сейчас, конечно, пассажирпоток немножко снизился. Все-таки тогда не было частных перевозчиков. Был трамвай, автобус, троллейбус. Такое государственное предприятие. И поэтому тогда трамвай очень сильно выручал. И на четвертый маршрут, например, ходили только спаренные вагоны. После четверки в Иркутске запустили еще два маршрута. Пятерка и шестерка. Они ездят до микрорайона Солнечный. Каждый день выезжают в областном центре 66 вагонов по шести маршрутам. Анастасия Коростелева, Иван Гоголев. Новости по будням.